здравствуйте все любят птиц да конечно кто-то не очень любит голубей допустим городских или ворон но в целом все любят птичек а есть люди которые не просто их любят но и профессионально ими занимаются изучают их и сегодня эти люди отмечают свой профессиональный праздник день орнитолога россии и у нас в гостях пожалуй самый известный самый медийный орнитолог алтайского края алексей эбель здравствуйте доброе утро традиционный вопрос для для чайников что ли объясните кто такие орнитологи они просто смотрят на птичек и восхищаются ими или что или препарируют как лягушек но орнитология это наука о птицах да и соответственно есть орнитологи которые препарируют птицы изучают их строение внутреннее внешнее строение значит а есть люди которые работают в поле наблюдают за птицами есть люди которые изучают поведение птиц этологию есть люди которые изучают исключительно яйца птиц то есть даже такая наука оология то есть орнитологи это на самом деле такой очень широкий спектр наук до которые сопряжены в том числе с орнитологии есть изучают паразитов птиц да есть изучают болезни птиц но то есть тот есть изучает приспособление птиц к изменяющимся условиям то есть это вот такой очень широкий спектр на самом деле задач они занимаются и а домашними птицами и дикими либо только дикими но скорее всего только дикими да то есть домашними птицами там больше занимаются ветеринары да то есть это болезнь или селекционеры которые выводят там новые породы или поддерживают породы орнитологи это конечно больше дикие птицы но или птицы синантропные которые живут рядом с человеком но не у человека дома сразу вопрос возник вот мы все знаем лебединое озеро наше знаменитое а вот это же дикие птицы лебеди а там рядом я вот видел гуси домашние живут нет ли такого что вот эти прилетающие лебеди становились домашними вместе за за компанию с гусями что в домашних на наши глаза но они как бы не совсем в домашних то есть это просто как бы вот птицы становятся терпимыми к человеку да то есть даже такой термин антропофобия касающийся диких животных то есть в норме все животные человека должны бояться это такой исторический что ли опыт а вот конечно птицы могут привыкать к человеку если их не беспокоит и не то что они могут становиться домашними так вот быстро да но они могут как бы если это какие-то близкородственные виды то есть они могут скрещиваться оставаться то есть принципе это такой процесса домашнего не на самом деле не такой сложный да и птицы очень быстро к человеку привыкает если нет постоянной какой-то угрозы а вот те лебеди с гусями местными они не скрещиваются нет это достаточно далекие родственники поэтому нет только только в сказке гуси-лебеди когда нужен нам журналистам комментарий на тему птичек как правило мы обращаемся к вам наверное у многих возникает впечатление что у нас орнит из орнитологов в крае только вы есть так ли это если еще орнитологи а вообще насколько где может быть учат на орнитологов а вот расскажите как вот насколько широк ваш круг но к сожалению профессиональных орнитологов у нас на самом деле очень мало у нас конечно орнитологи такие есть орнитологи у нас работают и в тегерекском заповеднике и орнитологи у нас работают в университете то есть такие специалисты есть но вот к сожалению крайне мало там в пересчете на тысячу населения нас конечно меньше чем любого краснокнижного вида птиц наверно вот поэтому это беда большая это не беда там алтайского края это беда страны в целом потому что если мы смотрим на кита там европейские страны или ну даже вот монголию да то есть монголии в пересчете на численность населения орнитологов гораздо больше, чем в России и в регионах. Понятно, что достаточно много орнитологов в крупных городах, в Москве, но на периферии, коим все-таки Алтайский край относится, орнитологов крайне мало. Но чтобы стать орнитологом, нужно, конечно, получить биологическое образование. То есть я думаю, что сейчас в стране людей, у которых там в трудовой книжке написано, что он орнитолог, но практически нет. Скорее всего, это научный сотрудник либо какого-то научного там института, либо это вот преподаватель какого-то высшего учебного заведения. И вот поэтому орнитологов, орнитологи в поле у нас сейчас вот в Алтайском крае, это только те орнитологи, которые в Тегеревском заповеднике работают. А остальные орнитологи у нас преподаванием занимаются. А сколько у нас вообще в Алтайском крае видов птиц и какие наиболее типичные вот для нашего региона? Ну, нам здесь повезло. Алтайский край, он один из самых богатейших на количество видов птиц регионов, ну, не только там Сибири, но и страны в целом. Здесь мы можем там посоперничать с регионами Кавказа, там, допустим, или даже с республикой Алтай. Ну, нам повезло, что у нас очень разнообразные климатические условия, да, ландшафтные условия. И степи, тут же предгория. Да, у нас есть и горные леса, и тайга, и степи, и там чуть ли не полупустыня, да. Поэтому вот у нас общее количество птиц, которых когда-то наблюдали в Алтайском крае, это больше 370 видов. Ну, то есть это очень много на самом деле для вот такого региона. Понятно, что это не виды, которые можно увидеть там и каждый день, или даже каждый год. То есть часть видов у нас достаточно редкие. Ну, скажем, из тех видов, которые гарантированно можно, если задаться целью увидеть в Алтайском крае каждый год, ну, это порядка там может быть 320-330 видов, да. Вот. Это вот такое как бы достаточно большое разнообразие. Ну, а типичные, вот. Про типичность тоже очень сложно сказать, потому что у нас, допустим, со стороны Салаира приходят восточно-сибирские там виды какие-то, да. И это вот их западная граница распространения. Есть виды, которые заходят у нас с территории Казахстана. Это такие среднеазиатские виды, которые, скажем, может больше даже нигде в России не встречаются. И вот мы как бы этим уникальны. Вот. По горным лесам у нас заходят другие виды. Есть даже горная тундра у нас. Там же вот, как бы вот виды, которые только в горной тундре у нас. То есть у нас очень мало чего-то типичного. Ну, а типичные виды тех, которые мы видим, наверное, голуби, воробьи, синицы, грачи. Ну, то есть вот такие виды, которых там, я думаю, что любой житель видел в Алтайском крае. Для многих людей наука должна быть утилитарной, полезной чем-то. В физике понятно, они там изобретают мобильные телефоны. Точнее, придумают, как они будут работать. Специалисты по птицам. Взрослые дяденьки и тетеньки ходят, фотографируют с точки зрения обывателя. Какая польза есть от орнитологии? Мне вот первое пришло в голову. Птичий гриб. У нас же сейчас пандемия и всякие. Это такая тема популярная. Вот птичий гриб, да? Птичий. Угу. А что еще? Вот здесь есть зерно некое рациональное? В чем еще они могут быть полезны? Ну, конечно, да. Вот тут такой интересный факт, что сегодня, кроме того, что день орнитолога, еще и день морских млекопитающих. И вот, значит, морские млекопитающие с птицами, они, в общем-то, пересекаются в плане миграции. То есть и те, и другие виды, вернее, группы, да, это мигрирующие. И вот как раз вот эта миграция, подвижность, да, вот этих групп, она и определяет как бы большой интерес и к тем, и к другим. Потому что понятно, что вот в связи с этим и птицы, и млекопитающие морские становятся такими агентами, да, переносчиками сосудами где-то, да. И вот во время птичьего гриппа был всплеск интереса корнитология. Но это такая была тема, как бы, раскрученная. А на самом деле птичий грипп никуда не исчез. Он продолжает существовать и в том числе, как бы, вот в Сибири. Алтайский край, опять же, в этом плане очень интересен тем, что это фактически хаб, где у нас прилетают птицы, зимующие в Юго-Восточной Азии и Африка. То здесь пересекаются эти маршруты. И вот во время птичьего гриппа как раз было доказано, что территория Алтайского края стала, как бы, тем центром, откуда птичий грипп мигрировал из Юго-Восточной Азии в Африку. Да, и поэтому, вот, как бы, все вот эти вещи, они для нас очень актуальны, потому что есть другие болезни, которые птицы переносят, но об этом, как бы, мало говорят. А в связи, как бы, с изменением климата, в связи с изменением, там, условий хозяйства человека сейчас меняются иммиграционные пути, иммиграционные потоки птиц меняются, появляются новые виды птиц, мигрирующие через Алтайский край, а это там и лихорадка западного Нила, и новые формы энцефалита, да, которые птицы тоже клещей переносят. Поэтому это вот на самом деле актуально, но пока вот у нас, как обычно, петух не прокукарекает, и мужик не перекрестится, и вот я думаю, что это все тоже до поры до времени. А позитивные какие-нибудь полезные вещи? Ну, полезные орнитологи в том числе занимаются, ну, скажем, промысловыми видами птиц, да, то есть изучают, ну, для охотничьего хозяйства, да, то есть понятно, что сейчас в основном у любителей птиц и вообще у любителей животных, как бы, в сторону охотников негатив такой, да, но, тем не менее, вот это такая, как бы, отрасль, которая тоже занимается изучением, ну, и, собственно говоря, птицы, там, и сельское хозяйство, птицы из здания, то есть на самом деле очень много прикладных тем, которыми орнитологи все больше занимаются. Я слышал, что птицы, их поведение, ну, в частности, птицы — это своего рода маркер для многих процессов природных. Вот интересно, сейчас много также говорят про изменение климата, да, про то, что вот зимы стали теплее, другие говорят, правда, стали холоднее, ну, понятно, это некие процессы. Вот сейчас вот весна, традиционно весна, грачи прилетели, грачи прилетели, или, может, уже и не улетают. Скажите, какие-то есть вот здесь изменения, то, к чему мы привыкли, а сейчас уже это на самом деле иначе? Ну, на самом деле, как бы, есть вещи, связанные с адаптацией птиц, да, в том числе к человеку, и грачи в последние десятилетия в Барнауле зимуют, но они адаптировались к нашим свалкам, то есть они вместе с воронами зимуют на свалках в основном. Вот, и, собственно говоря, тут тоже такая интересная вещь, что вот мусорная реформа, которая должна все-таки у нас пройти, она приведет к тому, что, скорее всего, грачи перестанут зимовать в наших краях, и станет меньше ворон, меньше коршунов, для которых свалки — это важный кормовой ресурс. И эти тоже вещи, на самом деле, вот интересны в плане изучения, потому что за этим тянется там целая цепочка изменений, вот, то, что называется, в биоцинозах. Вот, а в принципе, да, мы, как бы, замечаем, что многие виды птиц стали чаще оставаться, у нас зимовать, такой достаточно интересный пример, есть такая птичка зяблик, которые, как бы, ну, в любом у нас парке или крупном даже сквере городском, они гнездятся, ну, или, по крайней мере, бывают на пролете. На самом деле, эта птица появилась у нас только в начале 20-го века, до этого она вообще в Сибири не жила, а теперь она у нас становится еще таким, в общем-то, ну, нечастым, но в какой-то, в некоторых местах обычным видом на зимовках, на кормушках. То есть эта птица адаптируется вот сейчас к тем условиям, которые происходят. Ну, где-то это изменение климата, где-то это частью изменения хозяйствования человека, да, вот стали сеять больше подсолнечника, стало больше некоторых видов птиц у нас оставаться на зимовку, потому что это вот то, что остается на полях, становится для них кормом. Вот посмотрит человек и скажет, хочу заниматься птицами, но на биофак идти не хочется тратить время. Вот так, навскидку, если кратко, какие проходят акции, может быть, так далее, так далее, где любители могут поучаствовать, какой-то внести свой вклад? Ну, у нас большое любительское сообщество, на самом деле, да, которое вот общается между собой, пытается общаться с профессиональными орнитологами, акции, и мероприятия проходят круглый год, поэтому можно искать, есть группы в соцсетях, там, Птицы Сибири, Птицы Алтая, Алтайское отделение Союза охраны птиц России, то есть, ну, легко, то есть людей, которые живут здесь и увлекаются птицами, найти в соцсетях достаточно просто. Вот, и, соответственно, там, как бы, вот, рассказывается всё о различных акциях. У нас сейчас идёт проект, который называется «Российская зима по наблюдениям за птицами», у нас уже начался проект «Весна идёт», потому что весна у нас начинается у птиц, не у нас, у птиц, да, в конце января, и сейчас уже много, как бы, весенних примет, как бы, по птицам. Там «Серая шейка» у нас ежегодный проект, «Птицы на гнёздах». Ну, то есть, на самом деле, всегда можно в чём-то поучаствовать, можно постоянно вести наблюдения, делиться со специалистами, делать совместные поездки, то есть, ну, там такая, то, что называется, движуха современным языком идёт достаточно активная. Спасибо вам большое за интересную беседу. У нас в гостях был орнитолог Алексей Эбель. Всего доброго.